Правительство Японии в пятницу объявило об введении широкомошабных санкций против России. Примечательно, что санкции затронули и компании Армении, задействованные в российском параллельном импорте. Как сообщает ВВС, в санкционные списки введены 135 персон, организации и фирм из России и еще пяти стран, в том числе Армении. В опубликованном МИД Японии в списке фигурирует заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, омбудсмен Татьяна Москалькова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова и еще 32 российских гражданских и военных деятеля, а также 43 исследовательских и производственных компаний российского ВПК и несколько созданных государством общественных организаций. Кроме того, Япония ввела санкции против 16 персон, причастных к коннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе. Так, под японские санкции только сейчас попали два фигуранта дела о сбитом малазийском Боинге и убийстве 298 человек. В списке они обозначены как Леонид Харченко, Крот и Сергей Дубинский, Хмурый. Санкции в отношении всех этих физических и юридических лиц заключаются в запрете на въезд и заморозке активов. Одновременно Министерство экономики Японии опубликовало список из 57 компаний из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Сирии и УАЭ, в отношении которых введены экспортные ограничения. Кроме того, Министерство экономики объявило, что Япония присоединяется к западным странам и с 1 января вводит эмбарго на импорт российских непромышленных алмазов.